По федеральному законодательству управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан. Этим занимается товарищество собственников жилья, в большинстве случаев управляющей компанией. В настоящее время на территории Курганской области действует 90 лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Бывают случаи, когда жильцы самостоятельно не проводят конкурс по выбору управляющей компании. Тогда эта обязанность возлагается на орган местного самоуправления. Но, как показывает сложившаяся практика, данная норма право зачастую не даёт положительного результата, так как открытые конкурсы по отбору управляющих организаций признаются несостоявшимися по причине отсутствия претенгентов. В таком случае муниципалитет вправе назначить управляющую компанию самостоятельно, но эта обязанность будет лежать на компании не более одного года. Особенно это актуально для домов, которые заселяют детьми-сиротами. Мы понимаем, какой контингент, которые сегодня ни за что не отвечают, ни за что не платят, и никак не управляют никто этими домами, и никто не будет связываться с этим делом. Муниципалитет всегда будет крайним. Тоже три-четыре, хоть каждый месяц проводите конкурсы, никто не заявится. Все понимают, что работать бесплатно в себе в убыток. Как управляющие компании реагируют на изменения законодательства, расскажем в следующих выпусках. Следите за эфиром. Максим Ахахонин, Николай Волков, Дмитрий Тихонов, Александр Карпов, информационное агентство Курган.ру.